Так вот все говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Но люди недопонимают. То есть здесь заправляют ваш газ супер-мега-составчиком. И вам показывают, что в этом есть. Вот посмотрите внимательно. То есть я еще раз говорю, просто заедьте сюда на Бетонстрой. Просто заедьте сюда и посмотрите вот на это. Я говорю, просто заедьте. Да, все так красиво. Минус 30% выбросов, плюс 40% жизни катализатора, температура горения масла, рабочая шуба, крутящий момент. Но, кстати, крутящий момент. Я реально здесь заправляюсь и понимаю, что у меня машина стала как-то веселее работать. Я серьезно это показываю. Вот. Но самое главное, я бы сделал это чуть-чуть больше. Я бы вот это дело увеличил на все. Потому что 20%. И это расход топлива. Кто-то вам может пригласить. Типа, вы возьмите дисконт цены и приезжаете к нам. Но давайте посмотрим. Цена 20%. 20%. То есть на 20%, на 20% вы будете ездить больше. Понимаете? То есть вам дают скидку. Скидка 10%, но скидка 10% и 20% бензина – это две разные вещи. То есть механика процесса в принципе одинаковая. Здесь заправляетесь и проезжаете по той же самой цене, как там они вам выдают. Но проезжаете на 20% больше. Как она вам такая цена? Я прекрасно понимаю, что заправляться здесь хорошо. Но насколько хорошо для человека, который здесь уже прописался практически? Ну, как вы думаете, здесь все равно радует цена и качество. Как бы по сравнению с другими заправками у нас, цена уже... Ну, все равно, хоть и ездишь на газон, все равно цена уже кусается. Так что как бы место приелось, прибилось. Как бы думаю, цена не будет скакать выше. Буду ездить постоянно. А вот то, что мы за вашей спиной смотрим, это экстра. Газ высоких технологий. То есть моторесурс двигателя увеличивается. Меня, что больше всего интересует, то, что я заправляюсь в тот же самый газ, но проезжаю на 20% больше. Так ли это? Так. Конечно, у каждой машины свои. На некоторую машину вообще газовое оборудование не подходит. Ну, мало таких машин, но я бы не сказал, что как бы не первая машина на газу. Ну, как бы можно сказать даже, ну, есть на некоторых машинах, да, двигатель. А вот так в основном, сколько ходил у меня из-за газа, ни один двигатель не поломался. Есть такой термин сленговый, подсадить на что-нибудь. Так вот, Алексей наш, уважаемый Челейкин, подсадил меня на вот эту заправочку. Я владелец газели бортовой. Естественно, на газу, потому что, ну, а как иначе? И вот я бы, я бы из вот этих всех шариков сделал бы самым большим вот это. Потому что, ну, все газелисты знают, что, ну, присутствует угар масла, когда пользуешься двигателем на газу. Так вот здесь это минус 30% горения масла. Ну, и, соответственно, чем меньше горение масла, тем больше в кармане денежек. А еще, учитывая, что вы еще экономите, как уже Алексей сказал, то, ну, есть чем набить даже вот такое вот большое пузо. Представляете себе расход груженной бортовой газели, да, на газу? Ну, если с хорошей аппаратурой, чуть меньше, с обыкновенной, да, с прямотоком, чуть больше. Но у меня вот на груженую ходит, ну, около 18 литров. Я здесь заправился, вот это был, кстати, первый эксперимент. И после этого проехал, смотрите, до запасного и обратно, то есть это 212 километров. И потом подвернулась шабашечка до Южноуральска, даже за Южноуральск. За Южноуральск я уехал на той же самой заправке и уже поехал обратно. Но тут, как говорится, ну, побоялся я, да, тут побоялся, что скрывать. Тем более уже темнело, заправился я на другой заправке. А так, я думаю, я бы еще долго проехал, можно было до Пласта доехать. Но он, считайте сами, где-то груженая, ну, где-то 600 километров, будем говорить. Вот так вот проехали на одной заправке. Заправка была 100 литров. Считайте сами. Чем вам нравится дивная заправка? Ну, цены хорошие на заправке. И качество, конечно, газа хорошее. А вот мы за вашей спиной смотрим. Заряд высоких технологий. Это новое топливо. Вот я лично езжу, и у меня замечательный результат. Машина стала ездить гораздо дольше. То есть 20%. Так оно? Ну, так. И еще расход маленький на вот этом топливе. Например, если сравнить с ***, например, совсем по-другому. Я уже *** заправлялся. Ну, где-то около года. А здесь я вот уже какой, ну, полтора-два месяца уже заправляюсь, и мне нравится. Знаете, почему я перестал машину заправлять бензином? Пункт номер один. Честно говоря, мне бы хотелось экономить. Пункт номер два. Экономия – это и есть плюс в моем кошельке. Пункт номер три. И даже если бы я не сильно экономил, то я бы не стал себе заливать 98-й. По одной простой причине. У меня такое странное ощущение, что у нас бензина 98-го просто не существует. Но с другой стороны, заливая с 98-м, ты попадаешь просто на деньги. Теперь мы говорим о газовом оборудовании, которое я себе поставил. Если честно, то все мои машины, все мои машины сейчас на газовом оборудовании. То есть надо понимать, да, кто голову включает. Вот я, похоже, ее включаю. Потому что, ну, не хотелось бы. И когда я поставил себе газовое оборудование, я себе чуть все локти не откусал. Потому что надо было раньше поставить. Потому что я вот тем, кто бензин в меня заливал, минимум 3 миллиона рублей просто отдал. За всю эту историю эксплуатации. Если не больше. Я же не помню, сколько я там. Вот. Сегодня и сейчас я в действительности экономил. Но сегодня и сейчас я себе заливаю супер бензин. А супер бензин, в смысле супер газовое, супер жиженый газ я себе заливаю здесь. Место самое прикольное. Место это бетонстрой. Знаете, где бетонстрой находится? Если вы не понимаете, где бетонстрой находится, я вам покажу. Вот у нас ТЭЦ есть. Единственное ТЭЦ. Нормальное ТЭЦ. Даже там 400 трубы. Все прекрасно понимают. Так вот, за ТЭЦ заезжаете в сторону комбинатора. Буквально недолго после повороты поймете, где можно газ заправить. Теперь о том, какое здесь газовое топливо. Но это было супер. То есть, оказывается, что и в газ можно кое-что добавить. И ваша машина будет ездить гораздо лучше. Доставлять вам удовольствие. И в том числе и экономия топлива. Конечно, у меня есть другие карточки. Но понимая то, что заправляясь по другим карточкам, я не буду столько ездить. Я начинаю делать вывод. А вывод у меня в голове правильный. Проще заправиться здесь и проехать на 20% больше, чем заправиться в другом месте. Так что думайте сами, господа.